Я родилась в Советском Союзе, в Москве. Уехала, эмигрировала из Советского Союза в 1973 году. Жила в 11 лет в Израиле и с 1984 года живу во Франции. Так что я, наверное, дважды эмигрант. Французский почти родной, потому что моя бабушка была родом в Швейцарии и она меня с детства обучила французскому языку, я на нем с трех лет говорила. Так что, в конечном счете, выбор Франции был совсем не случайным. И надо сказать, что я начала писать относительно поздно. То есть, вначале у меня была такая академическая карьера, потом на Франции я занималась журналистикой. Были двое довольно поздних детей, которых надо было растить. И, в общем, реально я начала писать книги, наверное, лет 15 назад. Действительно, в Украине было издано две мои книги по французу, все по украински потом. Вот одна из них, это была упомянута, вот моя книга «Пройти Крис Чернобыль». Это такая итоговая книга, потому что я в течение 20 лет, не могу сказать, что я только этим занималась в течение этих 20 лет, но в общем, в течение 20 лет до написания этой книги, которые вышли в 2016 году, я реально с большей или меньшей интенсивностью занималась в Чернобыле. То есть, я много раз, много десятков раз была в зоне чернобыльской, в основном в Украине, пару раз тоже в Белоруссии, и даже я одну неделю один раз прожила в Чернобыле, в самом городе Чернобыль. И для меня в этой теме много разных аспектов сосредоточено. И один из этих аспектов, который меня в свое время поразил и тоже как-то вот напомнительно пробудил мой интерес, это то, что Чернобыльской зоны, я не знаю, многие из вас там бывали, но это такой вот заповедник советский, потому что, как вы знаете, это зона 30-километровая, на самом деле, это на украинской территории 4 тысячи километров, она была отселена полностью, там осталось изначально несколько сот так называемых самоселов, то есть людей, которые отказались, вырадили. Это город, в котором были погромы, короче, это город, который тоже вот так вот в миниатюре отражает историю советской Украины. Это тоже было интересно. Вот я обо всем этом пишу в этой книге и о многом другом про эти три с Чернобыль. Вот, а потом я вот после этой книги, которую я и говорю, в Украине вышла в 17-м году, а в Париже в 16-м, у меня был и есть такой проект, вот здесь присутствует мой издатель, который стоит в углу, и я фотографирую, это Михаил Кислов. Вот, значит, я раскопала совершенно забытого писателя, родом, значит, сегодня это называется город Коперницкий. Кировоград. Да, 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 бывший Кировоград, вот, и я, ну, в общем, я увлеклась просто потому, что оказалось, что вот такой крупный, очень серьезный писатель, которого звали Яков Браун, который был революционером, левым эсером, а Большой Ком никогда не был, за что и платился. И вот я начала работать в архивах в Украине и в России, и удалось найти некоторого произведения.